Всем привет! Меня зовут Стас, я iOS-разработчик компании Rosberry. Сегодняшний доклад я буду рассказывать про архитектуру, которую мы используем в нашей компании для разработки мобильных приложений для операционной системы iOS. И вообще хочется сказать, что до сегодняшнего дня существовало всего два способа узнать хотя бы что-то о нашей архитектуре. Первый способ – это устроиться к нам на работу в Rosberry, а второй – это купить мобильное приложение и получить исходный код и что-то там самому посмотреть. Ну а сегодня можно сказать, что вам несказанно повезло, потому что архитектура впервые увидит свой свет, и вы ее увидите. Она действительно является уникальной, решает довольно много проблем. Ну и давайте посмотрим вообще, как мы к этому пришли, с чего мы начинали, чего мы хотим получить от нашей архитектуры. Мы, конечно же, пробовали MVC, но он также печально известен в интернете как Massive View Controller. И оправданно, мы на своем горьком опыте, можно сказать, в этом убедились, в том, что для коммерческих проектов он крупных не очень-то и пригоден. В общем, бизнес-логика вместе с UI намешивается на слои View, потому что View Controller по сути является слоем View. Ну и также проблема навигации возникает, потому что вся логика навигации также ложится на View Controller. View Controller очень сильно раздувается, становится практически год-обжектом. Нам это не нравится, нас это не устраивает. Мы копаем дальше в сторону архитектур и выбираем Viper. Интерактор нас тут привлекает много слоев, много куда можно запихать логику. Есть слой роутера, который отвечает за навигацию, но в конечном итоге нас некоторые вещи в нем не устроили. Первое это то, что слой Интерактор у нас превратился в бесполезное прокси, который просто до презентера доставлял данные из сервисов. А второе это то, что слой роутер как бы по сути связан с самим модулем, из-за чего все модули, ну модуль знал о других модулях слишком много. То есть модули не инкапсулированы друг об друга. Нас это не устраивало. И вот проблемы, которые мы хотим выделить для того, чтобы решить, выбирая какую-то свою и создавая свою архитектуру. Ну, во-первых, мы хотим избавиться от Massive View Controller, а во-вторых, мы хотим обеспечить инкапсуляцию модулей для того, чтобы они не знали друг о друге ничего, но при этом был какой-то слой, отвечающий за навигацию, который бы спокойненько жонглировал этими модулями, выбирая нужный для показа на экране. В-третьих, мы хотим, чтобы архитектура была простой, понятной и очевидной всем. Все роли были понятны, и разработчики не ошибались при написании логики внутри частей архитектуры. Ну, и мы хотим, чтобы не было никаких бесполезных абстракций, как у нас получилось с Viper. Вот. За основу нашей архитектуры мы выбрали паттерн MVP, как наиболее простой и понятный. Он также очень сильно похож на паттерн MVC, благодаря чему в него легко погружать любого абсолютно iOS-разработчика, который когда-то сталкивался с MVC. Состоит у нас он из модельки View и Презентера, ну и есть протоколы Input и Alput, с помощью которых у нас происходит общение между слоем View и слоем Презентера. У меня есть пример как раз-таки MVP-паттерна. Давайте я вам покажу его. Значит, состоит он у нас из трех файлов. Есть какой-то файл-модуль, по сути он является сборщиком модуля. Он у нас должен создать Презентер и прокинуть зависимости между Презентером и слоем View. В данном случае это как раз наши протоколы Input и Output. Он прокидывает, засовывает как Output Презентер в слое View и View Контроллер в Презентер как View Output. После чего он может спокойненько уйти на покой и умереть. Дальше рассмотрим, как у нас выглядит контроллер. Он, по сути, не представляет из себя ничего особенного. Но здесь у нас также объявлены наши протоколы View Output и View Input. Значит, View Output, как я и говорил, у нас служит для того, чтобы передавать какие-то данные со слоя View на Презентер. В данном случае у нас здесь Презентер узнает о том, что в какой-то момент на контроллере случился ViewDidLoad. Мы можем на это как-то отреагировать, на слой Презентер. И о том, что была какая-то нажата кнопка. Также тут у нас слой View Input. А он нас служит для того, чтобы обновлять какие-то UI элементы со слоя Презентер. То есть, когда заканчивается какая-то бизнес-логика, нам нужно обновить какой-то тайтл. Вот у нас есть функция Update Title с каким-то новым текстом. Ну и вот можно увидеть реализацию протокола View Input, куда попадет новый текст, и мы обновим у лейбла этот текст. Ну и сам Презентер, он реализует протокол View Output. Вот мы можем увидеть, что у нас есть функция ViewDidLoad и функция, в которой вызовется, когда произойдет нажатие на кнопку. Здесь мы отреагируем на нее и вызовем метод ViewInput для обновления тайтла. Вот так вот все простенько. Но также хотелось бы сказать, что на этом мы не остановились. И в MVP насколько что-то начало не устраивать. Именно это то, что… Сейчас я покажу вам еще раз ViewInput. То есть для обновления каких-то UI элементов мы должны написать функцию во ViewInput. То есть если у нас появится еще один тайтл, мы должны будем написать еще одну функцию, и еще одну функцию, и еще одну функцию. И так почти для каждого UI элемента. Мы заметили следующее. В Презентере часто случается так, что по окончании какого-то бизнес-процесса нам нужно обновить несколько UI элементов, то есть вызвать несколько функций. Мы хотели бы это как-то оптимизировать. Плюс вместе с… Ну, то есть это количество функций очень сильно растет, и при каком-то изменении, то есть это все сложно рефакторить, нам это не очень нравится, мы хотим это как-то оптимизировать. Мы пришли к выводу, что хотим какую-то функцию update для View, внутри которой бы происходило обновление всего слоя View за счет одной только функции. И таким образом мы пришли к решению добавить View-модельку в наш MVP-паттерн. Собственно, зачем она нам тут нужна? Во-первых, с помощью нее как раз будет происходить… Ну, она будет засовываться в эту функцию update и вместе со всеми необходимыми полями для обновления. И на View-контроллере уже будет выбираться из этих полей, что нам нужно обновлять, что куда передавать. Ну, то есть, во-вторых, у нас получается раньше за бриджинг данных от бизнесовых до UI-пригодных занимался презентер. Теперь же это можно перенести, эту ответственность на View-модел. Ну и также подразгрузить, так сказать, презентер. Также можете заметить, что у нас еще тут есть слово state. Это еще один файлик, еще один класс, который по сути является контейнером всех полей, которые есть у презентера. То есть, он будет хранить все бизнесовые поля презентера. И он нам помогает сделать так, чтобы презентер не превращался в помойку из каких-то полей и свойств, а сам станет этой помойкой. И, по сути, эту помоечку мы должны будем, можем спокойненько передать в конструктор View-модели и с помощью нее проинициализировать нашу View-модель, как бы забриджить как раз эти данные. То есть, без этого state нам бы пришлось делать целое полотно аргументов во View-модели. Примерчик. Примерчик будет выглядеть следующим образом. У нас более-менее живой пример, может быть, не совсем реальный, но у нас приходит, ну, допустим, у нас где-то в презентере приходит число от 0 до 20. И перед нами стоит задача, если число будет больше 10, то нам нужно спрятать какую-то View-шку. Если же меньше, то наоборот показать ее. Вот у нас в презентере есть функция, в которую приходит рандомное число. Следующим шагом мы должны записать это наше рандомное число в наш state. Вот как он выглядит, просто набор полей. Значит, записываем сюда число и вызываем функцию update внутри презентера, где эта функция создаст нашу новую View-модельку с нашим новым обновленным стейтом и затем вызовет функцию View-инпута по передаче этой View-модели на View-контроллер. Заглянем, что у нас происходит в самой View-модельке. Вот она, собственно, как раз принимает этот state и преобразовывает бизнесовые данные, да, просто число, в какой-то флаг, с помощью которого удобно работать на слое View и скрыть или показать нашу View-шку на View-контроллере. На View-контроллере вот она спокойненько попадается на нашу View-моделька, где мы как раз прячем или показываем нашу View. Собственно, вот так. Все просто довольно. Но мы также тут ничего не сказали о том, как мы решили проблему с навигацией. И об этом как раз и будет моя следующая секция. Слой навигации и инкапсуляция модулей. Значит, решили мы эту проблему с помощью такого паттерна, как координаторы. Координаторы как раз-таки у нас позволяют инкапсулировать модули. Модули друг о друге ничего не будут знать. О всех модулях будет знать сам координатор, который будет как раз их между собой переключать. Также он как бонус позволяет нам переиспользовать целые цепочки экранов, так сказать, юзерские флоу. И у меня есть пример. И мой любимый пример использования координаторов. Это, например, у нас есть авторизация и какой-то главный экран с контентом. И для того, чтобы, когда только приложение запускается, мы должны будем узнать, зарегистрирован пользователь или нет. Если он зарегистрирован, то мы пускаем его на главный экран. Но также у него есть возможность пропустить регистрацию. То есть если он не зарегистрирован, мы покажем флоу регистрации. Он может ее пропустить. Пойдет также на главный экран, где увидит контент. Но по нажатию на этот контент, чтобы его развернуть, ему должна снова показаться флоу регистрация. Таким образом, нам нужно как-то переиспользовать наш флоу регистрации. И с помощью координаторов это довольно просто сделать. Вот, значит, у нас есть какой-то координатор, самый первый. У всех координаторов есть функция start, с которой начинается вся логика навигации в рамках одного координатора. Вот наш самый первый координатор. Он у нас вообще создает только-только window. И дальше происходит разветвление. Значит, если мы зарегистрированы, то мы можем спокойненько пройти на главный экран и показать main координатор. Если же мы не зарегистрированы, то нам нужно показать флоу регистрации. Вот так выглядит создание child координаторов. То есть также просто создается еще один экземпляр координатора, у которого вызывается функция start внутри другого координатора. Помимо этого, можно обмениваться данными между координаторами с помощью output. В данном случае нам нужно сказать нашему app координатору, что произошло на этапе регистрации. То есть мы закончили регистрацию, зарегистрировались, тогда нам нужно сказать, что все, пользователь зарегистрировался и записать это в какой-то локальный storage. Либо же пользователь скипнул регистрацию, тогда мы все равно покажем наш главный экран, но в storage ничего не запишем. Посмотрим, что у нас внутри главного координатора. координатора, отвечающего за главный экран. И здесь у нас из модулей прокинуты функции. То есть у модулей тоже есть свой input и output, с помощью которого как раз координатор и модули общаются между друг другом. И здесь у нас прокинута функция открыть контент. И мы опять же проверяем, если мы зарегистрированы, то мы показываем этот контент, показываем следующий экран. Если нет, снова вызываем flow регистрации, просто создав еще один экземпляр координатора. Этот проект у меня даже взбилжен. Вот, собственно, мы попали на… Ну, только-только запустили приложение, и нам говорят, зарегистрируйтесь или пропустите. Хорошо, пропускаем. Тогда мы видим контент. И такие, ну и что там у нас в этом контенте? А там ничего, потому что нам нужно снова зарегистрироваться. Тогда мы регистрируемся. Регистрация, на удивление, прошла успешно. Заканчиваем ее, и тогда мы можем видеть наш контент. Про координаторы это все. Двинемся дальше. И тут можно посмотреть на нашу как раз архитектуру издалека. Это схемка ее работы, то есть у нас есть презентер. Он с помощью стейта инициализирует вью-модельку, в которой происходит прибриджинг данных от бизнес-логики до UI-логики. После чего вызывается функция апдейт с этой вью-моделькой, и вью-моделька обновляется. Ну, она также передает какие-то свои UI-ивенты на презентер. И здесь у нас еще есть координатор, который независим никак от модуля. И между координатором и модулем тоже происходит общение с помощью протоколов input и output. Зелененьким кружочком у нас выделены сервисы. Я про них ничего не говорил. Да, то есть все в бизнес-логику мы делаем в сервисах, а после чего подключаем эти сервисы в наш презентер. Подключать их тоже нужно правильно и грамотно, поэтому мы используем DI. DI у нас как раз нужен для того, чтобы грамотно, ну, во-первых, подключить все сервисы к нашему модулю, и чтобы у нас не было никаких неявных зависимостей при этом, чтобы мы четко видели, за что отвечает наш модуль, какие зависимости внутри него есть. Посмотрим на примере. На примере это выглядит так. У нас у каждой фабрики есть протокол HES, который говорит о том, что… говорит о принадлежности какого-то сервиса, который будет подключаться как dependency, и есть какой-то сервис-локатор, в котором все сервисы у нас инициализируются, после чего они подключаются через… в модуль, через конструктор, куда передается как раз новый экземпляр фабрики со всеми новопроинициализированными нашими сервисами, и отсюда выберутся только те, что мы укажем в нашем Type-Алиасе презентера dependencies, то есть мы здесь перечисляем, какие сервисы мы будем использовать. Именно вот на этот dependencies мы и будем ориентироваться в плане того, чтобы узнавать, какие у нас dependencies подключены к презентеру. Тут у нас есть свойство dependencies, к которому мы обращаемся и получаем нужный нам сервис. То есть у нас тут example-сервис подключен, и также мы можем посмотреть, что и jog-сервис у нас тоже здесь подключен, и мы можем его использовать. Сами сервисы мы также все прикрываем протоколами. Это позволяет нам в случае чего переиспользовать наши сервисы, или же если вдруг возникнет такая потребность заменить реализацию сервиса на другую, если вдруг поменялась база данных, или что-то еще в этом духе произойдет. Ну и сама реализация сервисов выглядит так, да. Ну это просто как будто мы получаем какие-то данные откуда-то извне. Двинемся дальше. По архитектуре это все, это была наша вся архитектура, но есть еще кое-что. Мы не так давно придумали некий сахар для нашей архитектуры, который мы назвали generic module. Generic module покрывает, ну это такая надстройка над всей нашей архитектурой. То есть мы заметили, что очень много повторяющего кода происходит. Давайте еще раз покажу, какой там код повторяется у нас. Ну это код инициализации, это все иниты, то, что у нас у всех презентеров есть свойства, ну одни и те же свойства есть у нас state, есть dependencies, есть view, view output, и этот код тянется во всех модулях. Он есть. И мы хотим от него избавиться. Вот, собственно, для этого мы придумали этот generic module. Мы избавляемся от этого кода, просто унаследовавшись от специального нового, ну от какого-то презентера, да, в котором все это уже реализовано. И мы также помощью него расширяем наши возможности переиспользования, потому что перенаследоваться от частей модуля становится намного удобнее и реальнее. Если вы захотите также, ну наш generic module в открытом доступе лежит, если вам понравилась эта архитектура, вы хотите воспользоваться сахаром, вы можете просканировать QR-код, зайти на GitHub, поставить звездочку, во-первых. Ну и мы открыты к pull request, там pull request и приветствуются, заходите, делайте pull request, помогайте нам развивать нашу архитектуру, наши технологии. В завершение хочется сказать, что никакой серебряной пули, конечно же, нету. И можно выбирать архитектуру под разные специальные, ну, под необходимость, да, но в 90% случаях мы на самом деле используем именно нашу архитектуру. Но, опять же, она довольно гибкая. Если вдруг возникнет такая необходимость, например, у нас нужно будет сделать проект с одним экраном и одной кнопкой, мы, конечно же, воспользуемся паттерном MBC, но, опять же, можем сюда приплести сервисы, можем приплести координаторы, если добавятся еще какие-то экраны. В общем, вот так. Всем спасибо. Аплодисменты